Дмитрий Кузьмин Дмитрий Кузьмин, директор А.Семкин Дмитрий Кузьмин, директор А.Семкин Дмитрий Кузьмин, директор А.Семкин которые до конца дослушают трое, может быть, четверо. Но я все-таки скажу сейчас это слово. У нас сейчас уже практически принят закон о здоровье наций, можно сказать. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, если посмотреть на этот закон, станет понятно, что он принят и написан, главное, исходя из сегодняшнего состояния, того, какая сегодня медицина, того, какие сегодня люди, сегодня популяция и так далее. Без какой-то мысли о будущем вообще. Можно долго распространяться о том, почему это так, но я твердо уверен в одном. Мы потеряли способность смотреть вперед и думать стратегически, думать о том, как оно все разовьется куда-то вперед. Хотя от здравоохранения и от того, как оно будет развиваться, на самом деле зависит очень много, и не только то, сколько мы с вами проживем, каждый из нас, но и масса экономических, как нам показал американский кризис, и социальных, вплоть до национализма, проблем. Поэтому я очень надеюсь, что, когда вы отсюда выйдете, может быть, у вас появятся какие-то новые мысли о том, как будет развиваться здравоохранение, и, может быть, кто-нибудь когда-нибудь на что-нибудь повлияет в этой области. Занудствовать кончил, теперь начинаю развлекать. Пожалуйста, поднимите руки все, у кого мобильный телефон имеет выход в интернет. Я вас поздравляю, вы все киборги. Да, я тоже. Что я имею в виду? Мы с вами все время общаемся в сети. Каждый, у кого есть интернет в телефоне, все время там в фейсбуке что-то пописывает, в твиттер еще, не дай бог. Я недавно шел по улице к дому и, нажимая на кнопочки, в своем айфоне общался в чате с своим приятелем, который шел также по улице к дому в Нью-Йорке. Я ему написал, чувак, ну у нас с тобой телепатия вообще, ты понимаешь, да? Просто интерфейс очень неудобный. Я вместо того, чтобы отправить ему мысль прямо так там в Нью-Йорк, вынужден на кнопочке нажимать на дисплее. И это еще хорошо, что я сейчас на дисплее на кнопочке нажимаю. Лет 10 назад я бы нажимал на клавиатуру у себя дома, 20 я бы звонил по телефону, 100 я бы плыл на пароходе. Интерфейсы неумолимо развиваются. Чем дальше, тем больше. Как выглядит интерфейс сейчас, мы все знаем. Лет через 5, я думаю, интерфейс будет выглядеть как-то так. Стекляшка, которую вы можете навести на дом другого человека, фотокамеру, все что угодно, и узнать некий контекст. Что-то из всемирной сети, которая вам расскажет, что это за здание, как зовут Бориса Долгина, сколько стоит квартира на этом этаже, или когда вернется человек, который вышел из офиса. Задумаемся немножко над вопросом, что будет, когда то же самое наведут на кого-то из вас и увидят, чем вы больны. Хорошо это или плохо. Это не очень простой вопрос на самом деле. Мы видим, что интерфейсы не очень эффективны. Даже это не очень эффективно. Если я хочу передать кому-то из вас мысль, или быстро отправить сообщение, мне все равно надо достать и что-то нажать. Вопрос, куда двигаться дальше? Ответ довольно очевидный. Дальше можно двигаться только прямо в мозги. Прямо в мозги это как-то вот так. Вот, например, обезьяна справа. Вот у нее прямо в мозги. Есть такая штука, уже есть. Вот она, например, на обезьяне надета. Называется мозгомашинный интерфейс, или брейн-компьютер-интерфейс по-английски. Что это такое? Это некое устройство, которое умеет превращать сигналы мозга в сигналы, уходящие к компьютеру. И желательно наоборот. Наоборот, почти совсем пока не работает. А от мозга к компьютеру работает уже вполне. Общий смысл встает в том, что мы хотим добиться управления компьютером путем думания. Простого управления мыслью. Звучит чрезвычайно фантастически. Как будто я вам про научную фантастику начал рассказывать. На самом деле нет, это коммерческий рынок, который успешно растет. Способов построения машин, человеческих мозгомашинных интерфейсов по большому счету два. Инвазивный и неинвазивный. Неинвазивный. Это мы что-то подставляем к голове и пытаемся понять, что она думает. Инвазивный. Это мы что-то вставляем внутрь головы, подсоединяем к нервам и пытаемся понять, что по ним идет. Оба направления вполне успешно развиваются, и про оба из них я сейчас чуть-чуть расскажу. Здесь вы видите инвазивный интерфейс. Он прямо вставлен в обезьяну. Обезьяна может при его помощи управлять вот этой роботизированной рукой. Причем она управляет ей так же хорошо, как своей лапой. То есть при помощи этой руки она способна съесть банан. Вполне успешно. Более того, у этой обезьяны, она пострадавшая в какой-то зоопарковой драке или чем-то еще, у нее атрофированная левая рука. То есть у нее родная левая рука не работает. Но не по нервным причинам, а по травматическим. Соответственно, у нее есть управляемый мозгом протез. Протез, работающий на удивление, эффективный. Как работает этот интерфейс? Он присобачен непосредственно к мозгу обезьяны, встроен вместо гиппокампа некий чип, который подключен нервами к как бы электрическими нервами к нервам настоящим и более или менее успешно функционирует. В детали я сейчас задаваться не буду. Кому интересно, потом расскажу. Более того, такие интерфейсы есть и на людях. Для людей, которые полностью парализованы и не могут контролировать свои движения по каким-то причинам. Например, по причине травмы позвоночника в шейном отделе. Это достаточно часто и, к сожалению, очень печальная вещь. Разработан этот интерфейс называется BrainGate. Для его установки требуется полная лоботомия, то есть снятие крышки черепа. Крышку черепа открывают, кладут сверху вот эту замечательную планку. Это на самом деле модель, а в реальности там очень сложный контактный чип с кучей микросхем, с массой процессоров, который выводит наружу моторную информацию, способную управлять конечностями искусственными или стимулировать движение настоящих в случае нервной дистрофии. Более того, эта штука сейчас проходит в клинические исследования, и я думаю, лет через пять на рынке появится, если все пойдет хорошо. То есть это как бы уже реальность. Более того, на пути имплантации есть гораздо большие успехи, но это успехи не от человека к машине, а от машины к человеку. И, пожалуй, единственный случай этих успехов, вы его видите вот здесь, справа сверху, это искусственный глаз. Это, кто разбирается в фотографии или физике, поймет, это фотоэлектронный умножитель, или это мозг, как теперь модно говорить, который положен на некоторое количество электроники, вживлен в глаз и прям проводом подведен к зрительному нерву. Он видит довольно плохо, потому что не настолько хорошо подвижен, как человеческий глаз. Он видит не в цвете, видит только интенсивность освещения, и это связано с чисто нейрофизиологическими причинами, кстати, и очень дорого стоит, примерно 200 тысяч долларов. Но в остальном это нормальный имплантируемый глаз. Если человек потерял, скажем, глазное дно, у него полная дистрофия сетчатки, или какое-то травматическое повреждение глазного дна, или нерв поврежден, то ему можно восстановить зрение вот таким образом. И понятно, что любая технология, которая может быть оптимизирована, будет падать в цене. Я думаю, это не нужно объяснять. Поэтому это тоже реальность, которая наступила и будет наступать дальше. Что еще есть на имплантируемом пути? Уже очень давно больные хроническими заболеваниями, к несчастью, многие об этом знают, есть имплантируемые порты для инъекций. Что это такое? Это штука, которая встраивается в кровеносный сосуд, успешно там функционирует, может что-нибудь замерять параллельно, например, артериальное давление. И время от времени туда просто, вместо того, чтобы каждый раз в вену, сестра вставляет прямо иголочку маленькую и что-нибудь профузирует туда. И вот эта штука уже просто как грязь стоит совсем. Соответственно, отвлекаясь чуть-чуть от имплантантов, которые мы вернемся чуть позже, я расскажу немножко о том, что такое неинвазивный путь. Это чуть-чуть больше мистика сейчас. Смысл встает в том, что вы берете электроэнцефалограф, то есть прибор, регистрирующий биополе мозга, электрические колебания, которые мозг проецирует вовне, прикладывая к голове электрода той или иной конструкции. К сожалению, сейчас мы не умеем производить такие материалы, которые обеспечивали достаточно хорошее снятие сигналы при комнатной температуре сухими и не повреждая волосяной покров. Поэтому приходится там что-нибудь сбрить, чем-нибудь намочить, плотно прижать, и уже мы нормально пишем энцефалограмму. В принципе, ну, почти всем это делали. Не точно энцефалограмму делали, так уже наверняка всем в поликлинике. Для того, чтобы чем-то управлять телепатическим вполне способом, нужен очень точный энцефалогов, который очень сильно дифференцирует между разными типами мозговых волн. Зачем это нужно? Потому что есть большая теоретическая проблема. Я даже не буду спрашивать, кто может хоть что-нибудь сказать, поэтому что такое мысль? Никто не может ничего сказать, и вообще никто не может сказать. Мы не можем поймать в голове вот этот один айтем. Что такое мысль? Одна. Вот я подумал, Борис взял телефон. Это одна мысль или несколько? С точки зрения психолога объяснение есть и очень легкое. С точки зрения психофизиологии начинаются огромные проблемы. Потому что у меня в этот момент запустилась чудовищных размеров ассоциативная цепочка. Что такое телефон? Что такое Борис? Борис – это человек. Значит, кто такой этот человек? Это Борис. Безумное количество разных цепочек проходит в моем голове за доли секунды. И я понимаю, что он взял, что это, зачем это, что можно с ним сделать, что это не представляет для меня угрозы и так далее. Вычленить одну цепочку этого процесса невероятно сложно. А теперь представим себе, что мы хотим сделать такую штуку, которая позволит мне или Борису взять телефон, не двигая рукой, а, например, при помощи механической руки. Я должен подумать, я хочу взять телефон. И детектор этого должен как-то это отличить от миллионов мыслей, которые у меня при этом в голове тоже есть. Как-то отличить от того, что я хочу взять телефон, от того, что «О, это телефон». Да, или от того, что «О, моя одноклассница с задним иду смеется». Наверное, что-то смешное говорю. Я надеюсь. Как бы как это одно от другого отличить, никто не знает. Поэтому все это выглядит чуть-чуть как магия. Но, тем не менее, немножко работает. Что мы знаем? Мы знаем, что в мире довольно активно продаются игрушки. Видео не показывается, к сожалению. Я уже пробовал, извините. Управляемый энцефалографом. Это компьютерный, например, граф, который надо катать шарик от препятствий. Вот так вот. Вы смотрите на экраны, думаете, хочу налево. Шарик катится налево. Медленно, но катится. Довольно хорошо можно научить концентрацию человека таким образом. Потому что на самом деле, как только вы попробуете, а если я сейчас попрошу вас попробовать, кататония начнется. Вот сесть на стул и всеми силами думать хочу налево. Это очень нелегко. Более того, есть замечательный эксперимент в Стэнфордском университете. Да, хочу налево просто думать, я понимаю, но не в этом смысле. В Стэнфордском университете был классный эксперимент в свое время. Брали генератор случайных чисел. Квантовый. То есть, в принципе, невозможно внешнее влияние. Никакое. Сажали перед ним человека. Человек видел шкалу. От 1 до 10. На шкалу случайно падают точки. В соответствии с тем, как генератор генерирует случайные числа. И человек должен был думать, хочу налево или хочу направо. То есть, хочу 1 или хочу 10. Вы будете смеяться и обвините меня в ересе сейчас. Особенно есть физики в зале. Но примерно через полчаса такого сидения, медианная ощутимость смещается в одну или в другую сторону. Это там в поносе опубликованную могу ссылку дать. Значит, один из базовых принципов лекции это самодостаточность. Все в ней должно быть понятно. Да. Простите, я увлекся. Медианное что? Значение. Да. То есть... Спасибо, Борис. Среднее значение на шкале. Да, простите. Спасибо большое. Соответственно, что из всего этого следует? Неинвазивные меды — это магия. В данный момент непонятно, как работающие, но они есть. Значит, через некоторое время мы узнаем, как они работают. Вот и все. Развлечения закончились. Возвращаемся к просвещению. Это еще немножко имплантантов, которыми я вас помучаю. И чуть-чуть, наверное, измениваю ваше представление. Вот смотрите, у меня есть айфон. Да? У вас тоже, наверное, их есть. Мы все знаем, что у них бывают колонки, наушники, сканеры для бумажек и так далее. А теперь забавный факт. Примочка к айфону, которая меряет инсулин в крови и в реальном времени передает его на какой-нибудь сервер через айфон, стоит 50 долларов в Америке. Она уже есть. Еще есть примочка, которая меряет артериальное давление. Точно так же. А пульс айфон меряет сам при помощи установки простой программы. Что это означает? Это означает, что медицинские данные глобализуются. Нам больше не нужно ходить в поликлинику, чтобы что-то узнать простое. Это легко узнать при помощи вашего мобильного телефона и отправить вашему врачу в Америку, например. Чуть позже я к этому вернусь. Что еще есть из имплантантов? Есть для потерявших стекловидное тело или хрусталик имплантируемые телескопы в глаз. Более того, это правда телескоп. У него может быть увеличение сильно больше, чем у человеческого глаза. И, кстати, как выяснилось, это совершенно нетравматично для сетчатки и для восприятия. Давно существуют имплантируемые вводители ритма для тех, у кого тяжелая аритмия. Вы наверняка видели, когда если делали магнитную томографию, что в кабинет магнитной томографии нельзя входить тем, у кого есть кардиостимулятор. Так вот теперь, кроме обычного вводителя ритма, эта штука еще и дефибриллятор. Очень удобно. Если у вас есть что-то, что меряет пульс, и оно, понимаешь, сердце остановилось, немедленно эта вещь отдает команду, и вы получаете разряд прямо в сердце. А это вообще песня. Это не просто детектор инсулина, а еще и управляемая им помпа. Диабет, чем плохо инсулин зависимый? Если вы регулярно колите инсулин, как делают большинство, после каждой еды, как правило, и, например, легли спать, часто велика вероятность того, что инсулин по каким-то внутренним организмам быстро упадет, и вы впадете в кому. Ничего сделать с этим нельзя. Обкололаться перед сном инсулином очень вредно. Такие непредсказуемые инсулиновые комы это одна из основных причин смерти от диабета. А эта вещь решает эту проблему. Она все время мониторирует инсулина, как только он сильно падает, она его сама колет в кровоток. Тоже стоит совсем недорого уже. Что из этого следует? Из этого следует, что диагностика простая, стала очень дешевой и удаленной. Но есть случаи, когда нужно узнать, что очень сложно. Вот, например, есть магнитная томография или жесткая эндоскопия. Методы, которые позволяют очень много всего узнать, получить детальные внутренние фотографии, залезть внутрь и посмотреть очень точно на проблему. С ними, казалось бы, все хорошо. Но есть одна проблема. Вот этот классный новый томограф, который в Штатах стоит, в Сименсовске, он генерирует за один день работы полтора терабайта данных. И все эти полтора терабайта данных надо как-то хранить. Да, вот я даже нашел, как их хранят. Вот это в этой больнице американской стоит асселоновский сервер. Вот этот вот. Качественная коробка – это 16 терабайт. И вот эта штука хранит данные о пациентах за неделю. А потом они куда-то, значит, улетают. Сразу возникает несколько проблем. Во-первых, ну понятно, что невозможно каждой больнице пристроить по гугловскому дата-центру. Но это уже безумие. Во-вторых, в эту штуку очень просто залезть. Достаточно просто. А там в файлах не просто записано, какая у вас томограмма, а там записано, кто вы, какие у вас анализы, сколько вам лет, какова у вас страховка и так далее. Возникает вопрос безопасности этих данных. Это не так просто. К чему все это ведет? Теперь чуть-чуть остановимся и поговорим о выводах. Вот есть страница ВКонтакте Васи Пупкина. Это как мы ее видим мы. Но все видели страницу ВКонтакте. Через некоторое время, суммируя все то, что я сказал, то есть то, что примочки к телефонам и простые имплантанты, которые очень много о вас знают, становятся все дешевле. Диагностические методы становятся все навороченнее, не требуют все больше места. Мы с очень большой вероятностью увидим, и в Америке это уже начали делать, и не только, кстати, как-то не смешно в Америке, но еще и в Индии, что кроме этого представления для вас есть еще представление для вашего врача. Как-то так. То есть в нем резко появилось много дополнительных данных, похожих на такие. Казалось бы, всем хорошо. То есть ваш врач, он про вас много и так знает. У него таких, как вы, очень много. Если он может оперативно посмотреть что-то в вашем цифровом теле, находясь в Бруклине, а вы здесь, то он вас может как бы лечить удаленно. Но сразу возникает тот же вопрос, который я уже задавал. Что начнется, когда я на это посмотрю, не будучи врачом? Что начнется, когда эту стекляшку, которую все знают, наведут на человека и узнают. Ну, например, вот я еду в поезде, и навожу ее на человека, и внезапно узнаю, что он ВИЧ-инфицированный. Это может быть не очень хорошо. Я человек толерантный, но если с ним рядом окажутся какие-то люди менее толерантные, могут быть проблемы. Я сейчас вам рассказал некоторое количество достаточно хаотических, но при этом, на самом деле, подчиненных некой внутренней логике фактов. И хочу из них теперь построить некую теорию. Посмотрите на эту картинку. Это карта, построенная по средней продолжительности жизни. Как видите, все темно-фиолетовое. Это страна, где продолжительность жизни в среднем больше 70 лет. Я прошу прощения, картинка очень нечеткая. Ну, я вам так скажу, что это США, большая часть Южной Америки, Европы и Китай. И Австралия. А во всех остальных странах ожидаемая продолжительность жизни сильно меньше. Кстати, включая Россию. Теперь, если мы мысленно наложим на это затраты на здравоохранение в этих странах, мы узнаем, что ну, здесь вообще космос, здесь затраты на здравоохранение, скажем так, разумные, здесь огромные, здесь маленькие, здесь очень маленькие, а здесь их вообще нету. Как-то с зависимостью не очень, да. Соответственно, нужно подумать. Вот я вам рассказал, как развиваются самые новые технологии, не опускаясь совсем в медицину. почему здесь тратят так мало, но живут так долго, а здесь тратят так много, но живут так мало. Ответ простой, потому что здесь, да, в Китае, и здесь в Европе думают вперед, а у нас нет. В чем это заключается? Как вы знаете, наверное, мы все принимаем лекарства в тех или иных формах. Большая часть из нас принимает огромное количество лекарств по самым мелочным поводам. Мы заболели, мы едим антибиотики, хотя нам это не очень нужно, как правило. мы... Сами что-нибудь случилось посерьезнее, вместо того, чтобы нормально нас исследовать и часто хирургически удалить то, что нам нужно, врач держит нас на таблетках лет 15, пока печень не отвалится. Почему это происходит? Это происходит потому, что продавать таблетки это очень выгодно. чем они лучше, чем, например, хирургическое оборудование или машины, или что угодно. Таблетки кончаются. Завтра вы за новыми придете. Чтобы с этим что-то сделать, была придумана некая стратегическая концепция развития медицины. О такой стратегии задумывались, кстати, многие. Не так давно Барак Обама, выступая перед Конгрессом, говорил о том, что первым президентом, потребовавшим реформы здравоохранения, был Теодор Рузвельт. Довольно давно. А с первой нормальной полной программой республиканской реформы в 1943 году сенактор Макхилл внес в Конгресс. С тех пор каждую сессию его сыну вносит тот же законопроект. Его даже не рассматривают с тех пор. Более того, если вы подумаете, что это только у американцев и у нас такие проблемы, я вас сейчас насмешу. В 1918 году до нашей эры в консульство Квинтилия Вара в Курии император Цезарь Август говорил о том, что истомленному гражданской войной Риму нужно ввести в город значимое количество греческих врачей. Иначе будут большие проблемы. Тоже не ввезли, судя по всему, потому что в той Курии были большие проблемы, и сенат голосовал против всех предложений отца отечества. Так что, что же делать? Есть такая вот идея, она называется «Медицина 4П». Проактивная, предсказательная, профессионализированная и превентивная. Что это все значит? Это значит, что современные генетические, имплантационные диагностические технологии развились достаточно уже сейчас для того, чтобы на основании данных о наших с вами генетических предрасположенностях к болезням и постоянного мониторирования физиологических параметров очень рано определять риски возникновения заболеваний. Вот человеку 25, мы про него знаем, что у него гиперактивен один из ферментов метаболизма холестерина, и он за последний год набрал 4 килограмма веса, и у него подскочило артериальное давление довольно сильно. Где бы он ни жил, врач ему звонит и говорит, так, дорогой холестерин, свининку, красную икру, значит, из-за режима исключаем, и в бассейн давай. Ну, это замечательно вдвойне, ну, во-первых, потому что по стороне это, а во-вторых, потому что его через 15 лет не надо будет таблетками вот гипертонии кормить, а через 20 инфаркт лечить. Выглядит тоже, конечно, как фантастика, но дело в том, что компания, которая это придумала, а это сделала компания Плайт Байя Системс вместе с Стэнфордским университетом, университетом Макгайо, они уже перевели всех 55 тысяч своих сотрудников на это, как на план по сохранению здоровья. У них больше нет страховок, у них вот это вот. И вы знаете, ну, жизненные показатели у всех сильно улучшились, пока они имеют текущие. Что дальше будет, посмотрим. Исходя из этого, как предлагается строить медицину, как они это видят, как это вижу я и многие другие люди, нужно, к сожалению, радикально менять ее экономическую модель. сейчас мы болея лечимся таблетками. Это происходит потому, что мы не способны прогнозировать и вовремя диагностировать. Если мы действуем проактивно, то есть очень рано, действуем предсказательно, то есть формируя некую карту жизни каждого человека, думая о том, как это будет вперед через 10, через 20 лет, если мы действуем персонализированно исходя из его личной генетики, которая у нас у всех разная, если мы пытаемся предотвращать болезнь, то количество таблеток можно очень резко снизить. Сценарий очень простой. Пока вы не болеете, вы активно предотвращаете то, чем вы можете заболеть завтра, а если у вас что-то сломалось, что, к сожалению, бывает со всеми нами, то вас оперируют таким и потом быстро выводят к норме какими-то таблетками. К сожалению, есть много хронических заболеваний, как правило, генетического характера, которые пока, как это не печально, ничем кроме таблеток не лечатся, пока генетическая инженерия не достигла необходимых высот. Увы, тут я буду пессимистом и скажу, что лет 50, к сожалению, это что нас ждет, не меньше. Как-то так. К чему это ведет? Это ведет, естественно, к сокращению прибыли фармацевтических компаний, ну и к росту прибыли в компании, производящих медицинское оборудование. Поэтому, как это ни странно, основными проводниками этих реформ являются не американцы, которые погрязли в своем кризисе страховыми компаниями и ничего так прохожие не сделают, а Китай и Индия, которые живут очень долго, тратят очень мало. Почему они мало тратят? Потому что их так много, что они не могут тратить много. Китай не может себе позволить каждого китайца кормить дорогими таблетками. Это в принципе невозможно, они разорятся. Мы сейчас уже при нынешних ценах на нефть имеем дефицитный бюджет. Просто потому, что мы в частности очень много кормим дорогими таблетками. Не только, к сожалению, но в частности и это. Поэтому, что они делают? Они разрабатывают очень совершенное, очень хай-течное, но очень дешевое медицинское оборудование, которое можно поставить в каждую деревню. Из расчета, например, 1 электрокардиограф на 100 индусов. Можете быстро прикинуть, сколько электрокардиографов надо? Поэтому каждый электрокардиограф не может стоить 3000, как у G-Halscare. Он должен стоить 50 долларов, не больше, иначе не дерзодится. Вот это они все вперед и тянут. И чем дальше, тем больше, они будут жить дольше, а мы будем есть все больше таблеток. Поэтому я предлагаю подумать о том, чтобы не переезжать в Китай, но хотя бы может быть подвинуться что-то сделать. Завершая лекционную часть, хочу обратить ваше внимание на еще один пункт. Я понимаю, что я получился не естественно научным, а очень социальным, к хорошему или к плохому. Но дело вот в чем. Мы все сейчас говорим о разных болезнях нашего общества. Коррупцию я сейчас не буду трогать, оставлю от Transparency International, не вышел. а вот национализм потрогаю немножко. Что я хочу сказать? Давайте посмотрим на эту карту. Вот здесь в Европе люди в среднем живут 85 лет. Нет, средняя продолжительность жизни. Вот здесь, например, в Пакистане или где-нибудь в Средней Азии или вот здесь люди в среднем живут 35. То есть вы понимаете, люди в Европе живут на полторы жизни больше. Это очень сложно себе представить. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эти люди едут сюда. Они хотят жить дольше. По большому счету единственный невозобновляемый ресурс, который у нас есть, это время. Время нашей жизни. Поэтому они пытаются получить больше ресурса. Приезжая, они оттягивают на себя ресурсы системы здравоохранения. И поэтому что случается, конечно, у тех, кто тут жил раньше, чуть-чуть, маленький-маленький кусочек. Но дьявол же в деталях падает продолжительность жизни. Это вызывает много-много-много-много подсознательных проблем. Поэтому ресурс системы здравоохранения, то, сколько она может вылечить людей, не койкает места, не количество таблеток, не число дипломированных хирургов, а то, сколько она может вылечить людей в день от разных болезней. И это определяет то, сколько людей может жить в этой стране. Поэтому, если у вас маленькая система здравоохранения, или, например, очень большая, как у нас, но довольно медленно, дорого и очень неудачно лечащая людей, за исключением отдельных замечательных случаев, я говорю о системе, чем у вас меньше эта емкость, тем меньше притока людей может выдержать ваша страна. И таким образом, тем больше есть, и она находится. Поэтому, холить или лить свою систему здравоохранения нужно едва не больше, чем армию и полицию вместе взятых. Спасибо вам большое, надеюсь, было интересно. Да, спасибо большое. Я, первое маленькое замечание, что все-таки корни национализма, естественно, далеко не только в том, что отвлекаются медицинские ресурсы. Я не патентую, что только я говорю, что это один из компонентов, о котором не говорят вообще. Да, текущие ресурсы, конечно, есть такой вопрос. А можно назад один кадр? Нет, вперед, 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 там, да, вот. Я бы хотел для уточнения до того, как начнутся такие уже широкие вопросы, просто чуть-чуть, чтобы ты проговорил антонимы. То есть, на самом деле, не очевидно, что на смену чему. Итак, проактивное, соответственно, антоним реактивное. Как это выглядит и так далее. Вот есть смысл просто остановиться на каждом пункте. Коротко. Проактивное, это приходит на смену тому, что если сейчас вы заболели, пришли к врачу или в худшем случае позвонили 0-3 и вас начали лечить. А тут идея в том, что вас наблюдают и лечат до того, как вы заболели, пока не стало поздно. предсказательное означает, что сейчас у нас у всех есть медицинские карты. Медицинская карта это на самом деле очень глубокий документ для врача-диагноста. Он, когда пытается понять, что с вами происходит сейчас, он смотрит на анамнез. У него других вариантов нет. Он смотрит, чем вы в детстве болели, как вы родились, потом, что вы себя сломали в 17 лет падая из окна, потом еще что-то. Других способов нет. Как только мы получаем способность предсказывать, то есть думать, что может случиться, да, на основании анамнеза, но еще и на основании генетики, математического моделирования и так далее, мы получаем гораздо больше сил, гораздо больше информации. Персонализированно, как правило, всех лечат одним и тем же. То есть вы попадаете в больницу с диагнозом, вас лечат от диагноза и никак иначе. Поэтому большие проблемы с несовместимостью препаратов, с тем, как у кого там печень, на что реагирует. Знаете, это вот как у нас говорят, да, лечили одно другое угробили. Ну, в целом часто так бывает. Превентивное означает, это близко к проактивной, но чуть-чуть по-другому. У нас в Советском Союзе, как его ни ругай, был один забавный институт, диспансеризация назывался. Он не только там был. Это, например, обязательное условие для поддержания большинства медицинских страховок в развитых странах. Если вы не ходите к врачу каждые N месяцев, вас лишают страховки. В Штатах это катастрофа, это банкротство. Поэтому превентивность означает, что вы не должны сваливаться на голову врачу, говоря, ой, я сломал ногу, а еще у меня и список, что у вас болело в последние три месяца. Смысл встает в том, что вы должны регулярно попадать к врачу, и все ваши жалобы, даже самые дурацкие, должны к нему попадать. К сожалению, этим нельзя злоупотреблять. В той самой речи Обамы, о которой я говорил, есть замечательный пример о том, как одну американку больную раком лишили страховки за то, что она не отрапортовала, что у нее угри появились. Ну, это уже идиотизм, конечно, но лучше все-таки это делать. Иногда в связи с современной медициной тут присутствует еще одно слово, оно называется доказательное. Вот что-нибудь об этом можно? Как это соотносится с этим подходом к медицине, который был продемонстрирован для пациента? Это зависит от целей, которые преследует доказательная медицина. Вы какую именно цель сейчас имеете в виду? Речь идет о доказательной медицине, как, соответственно, работе каждый раз с полным массивом данных по случаям использования тех или иных медицинских средств, медицинских препаратов. Ну, то есть, когда очень и очень расширенному дифференциальному диагнозу и так далее. очень хорошо соотносится, конечно же, потому что все это способ увеличения массива данных. Все, о чем я сейчас говорю, это попытка с как можно большим количеством данных, как можно раньше прийти к проблеме. и больше ничего. Потому что сейчас мы все находимся в состоянии, как немецкий генеральный штаб говорил о Российской империи, слепого циклопа. То есть, мы практически ничего не видим и попадаем, когда мы уже в яму упали. А тут надо бы сначала посмотреть, где яма на поле. Вот, хорошо соотносится. Да, это на самом деле был полнамек еще на одну мысль. Да, есть всегда проблема защиты данных, проблема безопасности. С другой стороны, при любой индивидуализации и наличии вот такого массового количества данных, возникает проблема их какой-то анонимизации с дальнейшей массовой обработкой. С тем, чтобы нормально струб... Понятно, в этом направлении что-то делается? Да, конечно, и вот это не проблема. То есть, есть несколько систем обработки медицинских данных, применяемых в мире, на которых проводятся, собственно говоря, большинство исследований певолюционной генетики, эпидемиологии и всем прочим. То есть, анонимизация не является проблемой. Проблемой является хранение данных там, где они не анонимизированы, то есть там, где с ними все время работают. Вы когда банк данных передаете генетику, вы из него все стерли и отдали ему только генетику. А когда у врача на столе говорили же, сейчас же тоже можно пойти в карту посмотреть и сказать, ага, ты мне не говорил. Вот как-то так. Да, коллеги, ну что, вопросы, реплики? Есть, да, сейчас будет подходить наш сотрудник с микрофоном. Единственная просьба, первая, только в микрофон, Юля. Второе, просьба представляться для стенограмма. Поднимайте руки. Спасибо за хорошую лекцию, Константин Иванович. Мне бы хотелось задать такой вопрос. Каким образом в Америке и в Европе борются с мошенничеством? То есть, когда говорят, что человек заболел, на самом деле он здоров, когда говорят, что таким образом можно что-то вылечить, а вылечить бесполезно. Вот как с этим обстоит дело? Спасибо. Спасибо за вопрос. Очень просто. Там есть суд, поэтому это не является проблемой, в отличие от Российской Федерации. Как бы, а так, ну, все просто, доказательное правосудие, да, если что-то случилось, человек приходит к адвокату, адвокат собирает, находит эксперта, делает экспертное заключение. Дальше все это рассматривают судом, врач лишается лицензии, там, если он что-то не так делал. И там это очень часто вещь, то есть, то, что врач теряет лицензию, это не из ряда вон выходящее событие. Это происходит там, ну, каждый год, в каждой больнице, я думаю, как-то так. Я думаю, что в вопросе имелось в виду, мошенничество еще и другого рода, да, пациента. То же самое, более того, в... Во, вот так можно, отлично. Более того, но это уголовно-наказуемое преступление, точно так же, как там изображать собственную смерть и взрывать свою машину, чтобы страховку получить. Поэтому люди это, как бы, как только врач что-то понимает, вызывает полицию и начинается. То есть там это не является проблемой, это просто субъект, там, гражданского уголовного права. Да, коллеги, дальше. Так, где-то тут была рука еще. Да, тут я вижу, но, может, вблизи есть. Ну, хорошо. Пожалуйста. Если я какую-то руку не вижу, вы тяните просто. Александр Данилов, биоритмолог, аквацентр, Санкт-Петербург, медицинская академия Мечникова. Была раньше, а сейчас это Северо-западный медицинский университет имени Ильича Мечникова, второго нашего единственного практического лауреата Нобелевской премии по медицине. Бывший сангик. Занимаюсь водой профессионально пять лет. Двадцать два года занимался онкологией и наркоманией, бессимптомной. Знаю, что Гильберт Линк и Джеральд Поллок это крэйзи. В Америке так, Дюк Люк Монтенье это вообще непонятно что и за что его раньше наградили за вирус ПИД. Как относится в Америке честная научная медицина, если такова еще осталась, и доказательная в том числе, к тому, что вода основной биосубстрат организма. Это новая парадигма, это новая революция. Что-нибудь там дискутируется, кроме кругов, которые называются крэйзи, или нет? Я могу ответить на ваш вопрос следующим образом. Я сейчас объясню. Я сейчас объясню, да. Дело в том, что начато, к сожалению, чрезвычайно уважаемыми мною и безусловно гениальными людьми, Ильей Пригожином и Израилем Моисеевичем Гельфандом концепция о генерации организованных структур из хаоса, в частности, породила довольно странное интеллектуальное направление об упорядоченной воде. О том, что упорядоченная вода сохраняет структуру и обладает магическими свойствами. В частности, на этом базируется... Это тот бред, о котором был фильм на РТР, который получил какую-то награду. А также у нас, например, в Московском государственном университете есть замечательный профессор Ваейков, который тоже очень любит эту тему. Это все замечательно, но на этом гомеопатия базируется и многие другие вещи. Это ересь, честно скажу. Теперь перехожу к вопросу об адекватных научных кругах и дискутировании этого в них. Тот факт, что вода является основным компонентом, основным ферментативным субстратом в организме, основным донором в химических реакциях и катализатором во многих случаях, никто никогда не дебатировал. Это факт, это известно биохимии очень много десятков лет. Однако, это не означает, что в воды есть какие-то магические свойства, помимо того, что у нее странное иногда термодинамическое поведение, и мы без нее помираем. Других нет. Гомеопатии не бывает, она не работает, это эффект плацебо, а организованная вода невозможна по физическим причинам. Гомеопатия, несомненно, есть, есть такая отрасль экономики. Нет, я имею в виду с медицинской точки зрения. Это все не работает, это не лекарство. Разведение гомеопатии обычно больше, чем число атомов во Вселенной, то, что на коробочке написано. Не вейте этому. Если это разведение правда такое, то в том, что вам продали, нет ни одной молекулы действующего вещества. Не может быть. Спасибо. Акваобраз это невозможно. Организованная структура воды невозможна по термодинамическим причинам. Точка. Все, спасибо. Еще коллеги. А, вот, да, 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 Лев. Давайте с вами потом подискутируем по молекулярной динамике воды. Я по ней очень много знаю. Пожалуйста, очень прошу, не поддавайтесь ведущим. Я не поддаваюсь. Так, 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 Лев. Не поддавайтесь. Все, по этому руку. К вопросу. Тема важная. К вопросу. К вопросу. Давайте. Не, ну, поскольку Борис мне все равно не даст говорить про закон, я только скажу то, что принятый вчера Советом Федерации закон, на самом деле из-за меня комитет в доме заседал по ночам, потому что я проник на закрытое заседание, и был большой шум. Это к вопросу о всенародном обсуждении. Да, да, да. Вот теперь все присутствующие поняли. Я честно скажу, что я тоже пытался, но не получилось. Несмотря на то, что принят этот закон, я вам скажу или по почте пришлю, потому что это трудно выразить приличными словами. Нет, я примерно тоже понимаю. Но в этом есть свой эволюционный смысл. Я хочу вот что сказать. На самом деле, конечно, все мы смотрели фильм, ну, я, правда, не смотрел, мои студенты смотрели фильм здравозахоронения Мура, поэтому утверждение о том, что в Америке все нормально, слишком сильное. А я и не говорил, что там все нормально. Там все очень плохо. Вообще использование фильмов Майкла Мура как исторического источника? Да, это сильновато. Согласен, но тем не менее проблема есть. Я-то как раз просто занимался этим вопросом, как организованная и лекция была в Политру, как организованное здравоохранение в разных странах. Вы сказали об Индии и о Китае, но там, вот особенно в Китае, жестокие проблемы со статистикой. Вот мне бы хотелось понять, как кубинская система все-таки работает. У нас, дело в том, что у нас во время кризиса, это, видимо, совпадение по биологическим причинам, в приграничных с Китаем регионах перемерла куча народу. Информация эта тщательно блокировалась. И непонятно, как бы от гриппа, но на самом деле до сих пор не знаю, что это было. В результате, вот я сегодня только узнал на пресс-сухе по гриппу в АИФе, что все-таки Роспотребнадзор принял меры, но спасибо Онищенко, которого здесь хвалили на этих лекциях. В прошлом году уже анализы делались бесплатно, до этого они просто не делались. Спасибо. Спасибо. Я могу это прокомментировать следующим очевидным образом. Я сейчас ничего нового не скажу. Китай – это биореактор по организации эпидемии гриппа по той простой причине, что там есть рынки, на которых сосуществуют в одном месте курицы, свиньи и люди. То есть все, что необходимо для цикла передачи вируса от птиц к человеку. Поэтому прекрасным применением 4P в Китае был бы именно разгон таких рынков. Сразу эпидемии гриппа в мире бы стало сильно меньше. Так, в этом нет ничего удивительного. Скорее всего, они, правда, от какого-то гриппа и умерли. Вот и все. Да, на всякий случай пояснение. На этих лекциях Онищенко хвалили отнюдь не за акции против грузинского или молдавского вина, а за... Нет, хвалили его как вирусолога в период, когда он там этим... Как эпидемиолога, прошу прощения, когда он этим занимался. Честно, скажу, к этому было тоже много вопросов, но тут уже другое дело. Обсуждать это мы сейчас не будем. Да. Здравствуйте, Калядина Антон Мефи. Вопрос следующий. Не для него не секрет, что у человека, как у представителя вида, естественно, отбор уже не работает, то есть доступ к раздражу... Это неправда. Нет, да, биологи, с которыми мы говорили, самые разные, вот не соглашаются с тем. Это неправда, но вы продолжайте. Хорошо, ладно, если... если это действительно так, то это приводит к понятным результатам, и, соответственно... Каким понятным результатам? Ну, допустим, то, что в основном эволюция там шла в направлении усложнения там мозговой деятельности, соответственно, первый удар — это мозг. Первый удар, которому подвержится в человеке, это мозг. Ну, ладно, я продолжу вопрос. Не рассматривая морально-этическую сторону этого вопроса, что в будущем возможно с этим делать для того, чтобы, естественно, отбор... Борис, я прошу прощения, я могу дать комментарий на пять минут? Да, вполне вопрос важный. Я даже встану, наверное, потому что, как справедливо говорят в хихикующем вот этом части зала, это моя любимая тема, это неправда. Естественный отбор у людей идет. Естественный отбор в природе не может не идти, в принципе, вообще никогда. Другое дело, что есть такая вещь называется фактор отбора. То есть это то, от чего зависит, пройдет существо раунд естественного отбора или нет, размножится оно или нет. Как сейчас идет естественный отбор у человека? Много тысяч лет назад, когда мы были все первобытными людьми, и даже, в общем, в античные и средневековые времена естественный отбор шел по признаку физического здоровья. 98% населения жили в сельском хозяйстве. И, соответственно, кто сильнее, кто выносливее, кто лучше пашет, у кого голова меньше от солнца нагревается, я не знаю, тот и побеждает в естественном отборе. Кто сильнее? В последние примерно 250 лет естественно отбор чуть-чуть сместился. Вернее, правильнее, с эволюционной точки зрения, говорить, половой отбор в человеческой популяции. Как у всех видов, которые формируют долговременные пары, у нас половой отбор двунаправленный. То есть, самцы отбирают самок, самки отбирают самцов. Однако, сейчас эти два половых отбора довольно сильно разошлись. Самцы продолжают выбирать самок по-прежнему, как всегда выбирали, в основном по внешним характеристикам. Так устроены мужчины человеческой популяции. Я не говорю, что это всегда так, но мы говорим об эволюции, а значит о статистике. А вот женщины, то есть самки человеческой популяции выбирают самцов в данный момент по успешности, то есть по способности обеспечить успешное потомство. Если раньше она в основном зависела от того, насколько ты сильный и хорошо можешь пахать, и следовательно, насколько хорошо могут твои дети пахать, то сейчас она зависит от того, как ты зарабатываешь деньги главным образом. А значит, какое-то образование дашь детям, а значит, как они будут зарабатывать деньги. Вот и все. Это означает, что физические кондиции перестали быть фактором отбора в половом отборе мужчин с женщинами. Точка. Вот в этом смысле естественный отбор физических кондиций не идет. Есть еще маленький пункт. На самом деле так идет отбор мужей, потому что отбор любовников идет как нормальный естественный отбор. Но они не всегда размножаются, поэтому это искаженные компоненты естественного отбора. Из этого следует а. Мозг не деградирует, потому что мозг как раз является одной из основ социальной успешности в том или ином виде. Всем знаем, почему есть такой умный и такой бедный, но тем не менее нужно быть хотя бы хитрым, а лучше все-таки умным. Прошу прощения, возможно, речь шла об изменении размера мозга на протяжении тысячелетий. А он почти не меняется. Очень мало. Не менялся, менялся. Менялся, но незначимо. С тех пор, как человек является сознательным в той или иной степени социальным животным, у него размеры тела меняются очень слабо. Точно так же, как и темпы развития разных учетков тела и так далее. Так что я вам точно могу гарантировать. С годами мы будем становиться, мужчины в основном, слабее, больше болеть, становиться толще и всячески мало привлекательнее. А мозги будут на месте, будут живы, не волнуйтесь. Все. Да, да, да. Очень хорошо. На очень опасную тему мы вышли. Меня зовут Ирина Ясина, я журналист. Очень опасная тема. Возможно ли негативный естественный отбор в стране, где выбор самками, самцов, по естественному признаку наличию бабок и возможности зарабатывать, определяется совсем не умом? Это очень сложный вопрос, потому что, ну знаете, мы не будем уходить в махровый ламаркизм, погоны на плечах не являются наследуемым признаком, хотя не всегда. Тут есть, дальше начинаются некоторые сложности. В целом, конечно, негативный отбор идет. Я могу привести прекрасный биологический пример. несколько десятков лет назад большую систему пещер в холмах рядом с Амазонкой затопило водой Амазонки. Была очень высокая вода. И туда забросило некое количество рыбок амазонских. И они начали жить в полной темноте. Вода отхлынула, они остались в пещерах. За следующие 25 лет все рыбы потеряли зрение. Почему? А потому что больше не нужно. Как только зрение перестает быть фактором отбора, ресурсы из этого места начинают уходить в другие области организма. Можно быстрее плавать, лучше защищаться, меньше жрать и так далее. А глаза больше не нужны, можно не видеть. некоторых они плен... Что получается? Ведь глаза это открытая дырка в тело. Туда бактерии забираются, вирусы и так далее. Значит выгоднее их пленочкой зарастить, чтобы туда еще не не забралось ничего. В таком случае естественно идет негативный отбор, все глаза утрачивают. Вот у нас так все тоже что-то утратили. Стоп, 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 терминологический момент. Он негативный по данному конкретному признаку. Конечно, по данному фактору отбора, да, естественно. конечно. Да, но правда еще один момент. Тут дальше начинается... Популяция она... Вот... Значит тут есть следующая сложность. Всегда совершенно непонятно, что такое фенотип. Как из того генотипа, который есть, получился фенотип? От того, что фенотип так дурно себя ведет, не означает, что у него плохие гены, а часто даже наоборот. И говорить, что то, что он так дурно себя ведет, будет наследоваться в рамках трехпоколения, это вообще есть с точки зрения генетики. Но именно негативный отбор работает. То, что можно не напрягать мозги и при этом все будет хорошо, возвращает нас к ситуации, когда мозги не очень важны. Потому что последние 200-250 лет, когда мы ушли от жизни в сельской местности, где мозги были в общем совсем не важны, иначе, ну, в сильно меньшей степени, я так скажу. прежде прежде всего, как это так ну, ладно, не спорьте меня. Давайте я наставлю, скажу, я искренне скажу, не так важны, как здесь, ладно, дальше мы не будем дискутировать. Так или иначе, получилось, что, ну, как бы, IQ человеческой пуляции воспроизводимо растет в среднем, точка, в развивающихся странах. Что бы мы ни говорили о том, что американские школьники тупеют, в смысле, перед телевизором IQ средняя пуляция Соединенных Штатов, так же, как IQ популяции России, растет. И это, по всей видимости, является следствием естественного отбора. Именно потому, что мы напрягаем мозги, и как бы воспроизводимо наши дети это тоже делают. Если не нужно напрягать мозги, они будут хиреть, в том числе в естественном отборе. Вот и все. Так, прошу прощения, вот с IQ ситуация все-таки довольно сложная в том смысле, что это социальный механизм, к которому существует адаптация не только биологическая, но и вполне социальная. Наличие в человеческой культуре установки на необходимость тренироваться определенным образом вполне культурно транслируемо. А у нас вообще очень значимый компонент отбора стал социальный. Да. Это ментальный процесс. Угу. Да, да, да. Юля, Юля, Юля. Не, не, лучше сейчас. Юля. Загоняли бедную Юлю. Слушайте, ну опять вот уже от шуточек по поводу погоны, которые ненаследуемый признак. Серьезно. Российский 20-й век. Если может чуть-чуть ближе. Российский 20-й век, который изничтожил уничтожил сначала самых умных, потом самых трудолюбивых, потом самых смелых, ну и так далее, да, там можно по-разному говорить. Привел с точки зрения многих, так скажем, может быть, социально ориентированных людей к некой деградации на 1-6-й, раньше теперь... И не только 1-6-й, кстати. А какой еще? Германию возьмите, то же самое. То же самое? Конечно. Ну хорошо. То есть это можно сказать, что это научный факт. Есть такая генетическая штука, называется эффект основателя. Если вы очень сильно ужимаете какую-то популяцию, популяция заболела болезнью. Выжили два животных и начали размножаться. Вся последующая популяция, идущая от них, будет нести генетические признаки тех, кто ее основал. Это одно из исключений из генетической статистики. Как следствие, да, если вы убираете очень значимую часть популяции, и эта часть популяции по условному качеству, мы сейчас не будем говорить о том, что это, смещена в лучшую сторону, вы получите смещение всей картинки в худшую сторону. Просто потому, что вы лучшую часть отрезали. И это появляется во множестве вещей везде, где погибает много людей по разным причинам. Естественно, и здесь, и в Германии, и после Первой мировой войны, и во Франции, и в Англии, и много где еще. Каждый раз, когда это происходит, это естественно, да, это так. меня зовут Герман, добрый вечер. Маленькая такая реплика, я просто вспоминаю годы своего обучения в университете, и там... А на каком факультете, простите, вы учились? На факультете психологии. И просто вспоминается фамилия Алексеева и гипотеза о рассеивающем отборе. Вот просто мы говорили о том, что в условиях человеческой популяции естественный отбор действует или нет. Мне вспоминается, что как бы он действует особым образом, что вот эту кривую нормального распределения по какому-либо признаку он как бы рассеивает и выпрямляет. То есть, грубо говоря, каждый человек с любой интенсивностью признака может найти свое место в популяции. То есть, не очень умный пойдет работать на завод, более умный пойдет работать в профессора и так далее. И в результате примерно каждый сможет найти, быть успешным и дать плодовитое потомство. И в этом смысле этот колокол, это прямое нормальное распределение будет как бы распрямляться. Уплощаться, вернее. Ну, как бы, превращаться в такую плату. Это как бы первая реплика. Хотелось бы, чтобы вы просто более подробно эту тему развили. И второе, опять же, вспоминаю годы своего обучения на факультете психологии. У меня была кафедра психофизиологии. И у нас было такое направление, как биологическая обратная связь. Вот если вы знакомы с этой темой. вы не у господина Леонохина работали? Нет, к сожалению. Понятно. Вот. Просто так же хотелось бы узнать ваше мнение и тоже что-то. Спасибо большое. Спасибо вам. Значит, про отбор. Конечно, да. Боль того, я сейчас очень циничную вещь скажу. Смотрите, мы все стали очень долго жить и хорошо лечиться. Да, это означает, что мы стали менее здоровыми. Просто потому, что мы размножаемся в более позднем возрасте. Большее количество больных людей успешно оставляет потомство. Да, это значит, что будет увеличиваться число генетических заболеваний. Никуда мы от этого не денемся. Это раз. Соответственно, да. Как это не денемся? А генетическая инженерия как же? Ну, когда-нибудь очень не скоро, да. Но, к сожалению, генетическая коррекция, то, о чем мы сейчас говорим, у людей, то есть, манипуляции на уровне экстракорпорального оплодотворения с изменением генома, это очень не сегодня, к сожалению. Я оценки дать не буду, но не быстро. По поводу биологической обратной связи. А, да, и по поводу, что каждый найдет свое место в популяции. Да, найдет, да, размножится, соответственно, уплощение действительно происходит, и более того, передний край, то есть, число наиболее специализированных, ну, есть такой плохой термин в популяционной генетике, герои, вот он отражает, то есть, самые-самые-самые-самые оптимальные носители самых лучших признаков. Их число уменьшается, конечно, таким образом, потому что они размывают с общей массой популяции. По поводу биологической обратной связи, она работает, это не ей здесь. Другое дело, что мы не всегда хорошо понимаем, как она работает. Стоп, 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 стоп. Ввести понятие надо. Хорошо. Смотрите, есть известный эксперимент, всех, кто учил физиологию человека, всегда учат. Если вы сядете и начнете думать о том, что вы хотите, чтобы ваше сердце билось медленнее, оно начнет биться медленнее. Очень тренированные люди с очень сильной волей способны так себе сердце остановить, в принципе. Хотя это очень тяжело. Где-то там паника включается, и вы сразу и все. Но вообще есть такая вещь, биологическая обратная связь, то есть управление сознанием, сознание над биологическими функциями тела. Она работает далеко не всегда, далеко не во всем. Это связано в основном с архитектурой нервной системы человека, то есть не все кора способна подавить или наоборот активировать. Эффект плацебо является в принципе следствием биологической обратной связи. И ее активация и использование это вполне хорошая, грубо говоря, психотерапевтическая и проститерапевтическая техника. Но есть большая проблема с большинством серьезных вещей, она не работает. То есть все попытки там лечить рак гипнозом и что-нибудь еще это, конечно, очень классно, но ничего не получается. Так, еще коллеги. Меня зовут Игорь Кузичев, институт поведения. Поскольку вы упомянули Анохина, я хотел бы спросить у вас биологическая обратная связь и обратная афферентация по вашему мнению это синонимы или есть, а если есть разница, то в чем она? До популярной формы. Ну, практически синонимы. То есть просто если начать дискуссию, она будет очень специальной и не очень интересной залу. Так, еще коллеги. Скажите, пожалуйста, вот когда, ну, может быть, это не очень относится к теме, но мне интересно, вот когда человек совершает какое-то дикое преступление, а потом его признают психически нормальным. Это что значит, что любой из нас может совершить такое что-то в этом роде? А почему нет? То есть это как-то не изменится никогда, так и будет. Это очень сложный вопрос. Вы знаете, нежно любимый, я думаю, всеми присутствующими Карл Маркс писал в своем замечательном Капитале про то, что за 300% прибыли капитал пойдет на любые преступления. Ну, как мы можем наблюдать в окружающей нас жизни за 300-500% прибыли самые приличные люди идут на такие гадости, что обсуждают то, что каждый из нас на что-то способен, да, способен. К сожалению, это так. Что-то у нас со словами не то, странно. Что значит каждый способен? Это о чем идет речь? Это речь идет о потенциальной способности. Если что-то случится, например, любой человек, это известный доказанный психофизиологический факт, любой человек в состоянии крайнего аффекта, в котором он себя не контролирует, способен нанести физические повреждения очень большой тяжести другому человеку вне зависимости от своей физической силы. То есть, известные женщины небольшого роста, совершенно не сильные, которые там в аффекте разрывают руками что-нибудь. Это речь идет о том, что существует физическая возможность совершения и так далее. Равно как нет сомнений, что любой человек физически способен взять купюру со стола, поднять ее и взять. Но я не совсем понимаю, об этом ли был вопрос. Вопрос комплексный. Вопрос был об этом или о культуре, или о чем? Нет, он был о психологическом вопросе. Но психологический вопрос неразрывно связан с психофизиологическим, с ответом физиологическим. Всех нас можно поставить в такие условия, что наша внутренняя система подкрепления, то есть, то, что формирует желание и потом вознаграждает за них, скажет тебе иди и возьми. То есть, это жестоко, но это факт. Есть масса экспериментов подтверждающих. Если вы поставите на стол чемодан с миллионом долларов и уйдете куда-нибудь, улетите в Америку, очень большая вероятность, что его унесут. Может быть, даже очень приличный человек. Есть масса экспериментов, которые это подтверждают. Более того, я сейчас могу привести пример, который точно все знают, про тюремный эксперимент. Совершенно приличные люди, студенты и студенты. Или прекрасный эксперимент с электричеством, когда там все убивают в итоге. Знаете, этот эксперимент. Я могу объяснить. Есть простой эксперимент, очень тонко поставленный. Смотрите, есть клетка, лабораторная клетка, в ней сидит человек. Есть экзаменатор, он тоже подопытный. Ему сказано, у тебя есть таблица с числами. Ты должен показывать карточки испытуемому. А он должен называть на память число потом, воспроизводить последовательность. Если он ошибается, ты бьешь его током, чтобы он лучше запоминал. В этом как бы стоит весь эксперимент, якобы. На самом деле, есть еще третий человек, который за всем этим наблюдает. А человек, который сидит в клетке, он на самом деле актер, который изображает, что ему очень больно от электрического тока. Есть рубильник, который переключает напряжение. Есть этот самый наблюдающий за экспериментом, который отдает команды экзаменатору. Если человек много раз ошибается, он говорит, повысь напряжение. И экзаменатор повышает напряжение. 65% входящих в этот эксперимент повышают напряжение досмертельного, подчиняясь командам. То есть 65, а не 100, не правда ли? Да, конечно, 65. Есть масса всяких сходов. Дальше, значит, есть там порядка 20% истерик клинических. Есть некоторое количество очень принципиальных людей, которые просто сразу отказываются, как только понимают, что происходит. Есть некоторое количество людей, которые пытаются напасть на отдающего приказа и так далее. Но 65% людей подчиняются приказу убить другого человека. Как-то так. Таким образом, мы получаем, вообще-то говоря, первое, не 100% зависимость. Второе, мы получаем влияние факторов системы ценностей и прочих, прочих, прочих человека, которые определяют. Определяют. Так, еще, коллеги. Что? Влияние авторитета. Ну, этот эксперимент, собственно, был человек, который его делал. У него была задача определить, почему мы так легко подчиняемся авторитетам. Потому что там был человек, у которого научный руководитель в Освенцине посидел. По этому поводу у него там были некие основания думать, что так оно и есть. Коллеги? Да, коротко. Поскольку я извиняюсь, я категорически не согласен с Ириной Ясиной, антиотбор, два момента. Антиотбор вызывает не только эффект основателя, но и очень мощные системные эффекты, особенно у человека. Сейчас скажу, почему. То есть, катастрофа омолаживает и генетически стимулирует популяцию. Товарищи, друзья мои, пожалуйста, внимательнее к тому, что я сейчас скажу. Можете потом меня убить, но я скажу. К сожалению, для антисталинцев или антипутинцев то, что делают здесь генетическая инженерия народов с помощью антиотбора, это прогрессивное практическое применение эволюционной генетики. Насчет роста генетических заболеваний у нас в среднем в хромосомах, в среднем у человечества болтается семь летальных эквивалентов. Это известно. А в принципе генетический груз человека зависит от происхождения. У древних народов его меньше. Все эти внешние факторы, некоторых маркеров вредных миру. У древних больше мусора в геноме, конечно же. А там мусор-то в геноме выбирается не отбором, а механизмами шумоподавления. Их очень много. Самых разных. На эту тему давайте сейчас не будем развивать там, что-то очень много... Спасибо. Давайте я прокомментирую. Как-нибудь попробую. Спасибо. Я не услышал несогласия собственно с Ириной. Я не очень понимаю. Я понимаю в чем. Смотрите, про генетическую катастрофу. Генетическая катастрофа обладает частичным эффектом, что индивиды, которые были подавлены в иерархиях, например, могут подняться выше по генетическим признакам. Это свойство неотъемлемое любых революций. Если вы возьмете французскую революцию или октябрьскую, вы выяснете, что социальные лифты тоже начинают взрывным образом на короткое время работать и у вас появляются великие генералы из крестьян. Это, конечно, да, но влияние негативного эффекта гораздо больше воспроизводимо, просто статистически больше. И все. Ну, а про ненаследуемые мутации это уж я не буду. Да, коллеги, еще вопросы? Так. По-моему, там рука или, мне кажется? Про чем? Кажется. А взяться не инвестируется. Да, тогда коллеги, коллеги. Тогда я позволю себе вопрос. А что, собственно, надо сделать с российской медициной для того, чтобы она вот восприняла эти уроки? я не буду говорить в стиле Голикова на мыло, потому что это неконструктивно. Нет. Потому что дело не в Голиковой. Я не про персонали, я про содержание. Содержание следующее. Во-первых, наша медицина лоббирована насквозь. Потому что такова структура нашего рынка фармпрепаратов. Все, так или иначе, принимающие какие-нибудь решения о назначении препаратов врачи, что-то получают от какой-нибудь фармкомпании. В той или иной степени. Это естественно, потому что это так во всем мире. Это не только у нас. Во всем мире это чуть более зарегулировано, потому что в общем-то это коррупция. С этим по большому счету ничего сделать нельзя, пока не изменится систему госзакупок лекарств. Но мне много задают этот вопрос. У меня есть некая в голове примерно программа из пяти пунктов. Я вот ее сейчас озвучу, если можно не очень детально прошу прощения, объясняю каждый из пунктов. Первое. У нас есть система дополнительного лекарственного обеспечения, система семейной залоги, система госзакупки лекарств. Это те же госзакупки, что и автомобили у Леши Навального. Комментарии отсутствуют. Коррупция полная, никакого учета интересов больных, государства и чего бы ни было, чего в этом нет. Это надо менять. Раз. Два. Менять систему образования врачей. Мы сейчас учим врачей так же, как и ученых. В общем, 20-летней давности. вузы типа первого меда, типа МГУ, которые учат биологов, фундаментальных медиков и так далее. Там почти не учат современным методам. Да, там, слава богу, учат томографии и всему остальному, но найти хорошо обученного, я знаю, чем было, инвазивного хирурга в Москве очень сложно. Два. Три. У нас почти нет адекватных пациентских организаций. Зачем они нужны? Они нужны за очень простой вещью. Государство вообще мы с вами все не волнуем. В принципе. Каждый из нас в отдельности, пока у нас нет суда, которому у государства можно отсудить огромные бабки, нету. Мы не волнуем. Что волнует государство? Государство волнует меньше занимать крикоместа, эффективнее их использовать, меньше тратить денег на медицину, меньше платить врачам. Эффективность его волнует, деньги сэкономить. А нас с вами волнует, чтобы нас лучше лечили и как бы погуманнее это делали. Для того, чтобы этого добиться, нужны нас в отдельности этого потребовать не может. Для этого существуют пациентские организации, профсоюз больных. Это он и есть. Привет, Сака Иванцетти. Четвертое, тоже очень большая проблема, это материальное обеспечение оборудования, строительство больниц и так далее. Для того, чтобы пользоваться хай-теком, нужно не только деньги на него иметь, деньги-то у нас есть. Нужно, чтобы человек, который понимает в больнице решение, что купить, вообще хоть что-нибудь понимал. Потому что замглавоврача, который понимает решение о закупках, он вот был рентгенологом, он рентгены будет дорогие покупать, был лором внезапно, это очень редко бывает, будет там лор-комбайны покупать. То есть компетентность очень низка у лиц понимающих решения, как и в большинстве вещей Российской Федерации. Соответственно, это нужно лечить. И пятое, что нужно лечить, нужно лечить законодательство. Нужно лечить законодательство об обращении лекарственных средств. Нужно лечить законодательство о здоровье, то, которое сейчас принято, о медоборудовании, о предоставлении гарантии, о страховках. У нас огромное количество бадьеров на пути всех от врача, которые, я вам честно скажу, что сейчас врач больше всего ненавидит. Бумажки он ненавидит, потому что количество форм, журналов, отчетов и прочих езд, которые врач заполняет вместо того, чтобы лечить людей, огромно. Кроме того, большинство больниц по-прежнему бумажные карты, например, и так далее. Барьеры на пути пациентов, все остальное. Это чисто законодательная проблема, которую надо решать, структурировая законодательство, меняя его в соответствующем образом. В принципе, решение этих пяти проблем решит большую проблему и позволит имплементировать новую медицину. Но, вы представляете, что это за пять проблем, да? А профсоюзы больных бывают? Вот именно профсоюз больных. Ну, пациентская организация. Это и есть профсоюз больных. А организации общего типа, вроде, не знаю, конфедерации, общество потребителей и так далее, не могут этим заниматься? Ну, не занимаются. Здесь, по крайней мере. Я ничего не слышал о каких-нибудь там массированных судебных процессах против какого-нибудь врача, который кому-нибудь почку неудачно вырезал. В чем прелесть пациентской организации? Как они в Штатах эффективно работают? В Штатах, в Германии, где угодно, в развитом мире? Можно сказать, я понимаю, что они существуют у нас, там есть общество, в подпольной форме. Они ни на что не влияют по одной простой причине. В нашем законодательстве вообще нет понятия иска в защиту неопределенной группы лиц. Все, только, конечно, дальше можно не продолжать. Дальше можно не продолжать. То есть никто из них не может подать в суд на врача, потому что и так далее. Вот Эрин Брукович решительное там и такое кино, которое все смотрели, у нас невозможно. Потому что Эрин Брукович подавал иск в защиту неопределенной группы лиц. Людей, которых она сама не знала. То есть для решения этой проблемы нам необходимо возможность подавать в защиту неопределенной группы лиц. на самом деле Наши власти про это знают. Вопрос представился перед нашими руководителями великими очень много раз. Они же у нас оба юристы, они знают, что это значит, если это будет. Поэтому они этого не делают. Так. Да, надо сказать, что, конечно, получилась не сугубо, естественно, научная тема, но по-моему, это всегда так и замечательно. Еще, коллеги, если есть у кого-то острые вопросы, потому что если вспомните в последние секунды. Нет, почему же? По-моему, все очень культурно. Здравствуйте еще раз, коллеги Антон. Вопрос такой. В сфере потребления я как потребитель, выбирая какую-либо услугу, за которую я плачу деньги, в большинстве случаев могу, приложив небольшие усилия, отличить хорошее от плохого, качественное от негачественного. И это очень сложно сделать в сфере медицинских услуг. И в сфере образовательных услуг, и еще в ряде сфер. Да, да, ну и приложительно к сфере медицинских услуг, какие попознавления можно делать в этом направлении. Спасибо. Спасибо. О, это вообще для отдельной лекции же тема. Есть простое утверждение, очень печальное, очень грустное, которое сделал Пол Кругман, такой уряд Нобелевский премиум по экономике медицины, нельзя регулировать свободным рынком. Точка. Примеры Соединенных Штатов, которые разорились на здравоохранении, нам это полностью убедительно показывают. Вы, я, государство, корпорация, кто угодно не может чисто рыночными инструментами проанализировать, какой врач, больница, метод лучше. Не получается, не работает. Что делать? Можно много всего пробовать. Есть квалификационные системы. Одна, ТКНП, в Израиле работает. Говорят, более или менее успешно. Врачи получают кучу разных рейтингов, от государства, от руководства, от больных, от соцопроса в огромных количествах. И как-то, вроде как, они ранжируют врачей, кто совсем плохо увольняет, кто лучше повышает. Нет работающего способа сейчас. И это, вопрос очень такой горячий, вопрос в основном, есть такая прекрасная дисциплина фармакоэкономика, которая занимается экономикой здравоохранения и лекарств. Так вот, в России никто не занимается, по большому счету. Вот. Нет, но есть там отдельные люди, которые это делают, но мало. Их никто не слушает, что хуже. Да, здесь я должен отослать, действительно у нас была упоминавшаяся уже львом лекция Теннера, посвященная проблемам организации медицины в разных странах, и там разгорелась определенная дискуссия с участием Виталия Аркадьевича Найшуля, Григория Юрьевича Голосова, который тут сидел, но, к сожалению, когда началась дискуссия, видимо, торопился. И там мы как раз вот примерно к этому выводу уже и пришли с некоторыми подробностями. Да, коллеги, еще? Одно предложение можно? Одно предложение можно. Как сухой остаток на системный ответ нашего уважаемого лектора? Сухой остаток в чем? С чего начать? Что делать? У меня есть предложение. Перестать лгать и назвать Министерство здравоохранения Министерством болезни и лечения. Да. Ничего не изменится, так и есть. Платить надо за другое. А у нас нет таких вендов в данный момент. Нет, нет. Ну, на самом деле речь, видимо, шла о том, что как бы медицина практическая лечит болезни и отчитывается за лечение болезней, а не за то, что вот там на участке здоровые люди. Чем больше болезней, тем больше денег. Ну, а это та же самая штука, что точно так же, как там участковые отчитываются сейчас за число задержанных, а не за число предпредвращенных преступлений. То же самое? Ну, да. Коллеги, если есть еще что-то... Да, все. На этом действительно завершаем. Спасибо большое. Спасибо. По-моему, было очень интересно. Я еще раз напоминаю, что мы здесь каждый четверг в 7 часов вечера, и в следующий раз у нас будет Елена Памфилова о противодействии коррупции в России пределах возможного. Спасибо.